Доброго времени суток! Вас приветствует Азаренко Сергей и сайт goodbyschool.ru Лучшие выпускные альбомы в Ленинградской области. Итак, случилось прекрасное. Вы определились с выбором альбома на нашем сайте для садика, либо для выпускных 9-10 классов. Мы сфотографировались и пришло время выбрать фотографии для альбома. Вам дали ссылку для перехода на специальный сайт, логин и пароль к нему, чтобы сделать выбор фотографий. И сейчас будет короткая инструкция, как все сделать быстро и четко, чтобы нам с вами было понятно и хорошо работать. Если что, сразу скажу, пишите любые вопросы мне на мою страничку в ВК. В поиске набираете «Азаренко Сергей», ищите меня и любые вопросы задаете. Либо звоните по телефону. Плюс семь, девять, два, один, четыре, четыре, ноль, ноль, сто сорок пять. В любое время. Итак, переходим на сайт, который вам дали. Этот сайт называется photohunters.ru. Ищем поле для клиентов. Вводим сюда номер галереи, пароль галереи. Вводим сюда обязательно имя выпускника. Именно имя выпускника. Не свое, не мамы, не папы, а именно того ученика, кто выпускается. Вводим имя, фамилию. Нажимаем кнопку «Войти». Обязательно, внимание, читаем внимательно вот этот текст. Тут есть ссылки на видео полезные, и есть информация о том, как и что выбрать. Краткое и доступное. Значит, когда мы перешли на сайт, мы видим фотографии. Можно нажать на нее и посмотреть каждую фотку и определиться с выбором. Под фотографиям мы видим три иконки. Если вы хотите приобрести просто фотографию в электронном виде, мы нажимаем первую иконку. Если вы хотите купить напечатанную фотографию, ну, уже в печатном виде, мы нажимаем вторую иконку. Давайте нажмем другую какую-нибудь, вот такую, например. И если вы хотите выбрать фотографию для фотоальбома, фотокниги, мы нажимаем третью иконку. То есть под каждой фотографией мы нажимаем то, что мы хотим с ней сделать. Обычно вам дана некая инструкция, что и какие фотографии выбрать для вашего альбома. Обычно это идет портрет на обложку, портрет на виньетку, фотография ребенка в рост, например. Ну и какие-то просто общие фотографии, общие какие-то фотографии с вашим ребенком, которые пойдут еще в альбом. Дальше вы можете написать, на какие страницы их расположить, если это требуется, и указать прочую информацию. Когда мы выбрали несколько фотографий, давайте еще вот так вот выберем еще одного ребенка. Портрет и еще один портрет. Вот мы переходим в самый низ страницы. На это можно не обращать внимания. Нужно нажать оформить заказ. Мы видим все фотографии, которые мы выбрали. Вот эти фотографии мы выбрали фото на печать. И здесь мы уже выбираем тип бумаги, глянцевая. Размер обязательно выбираем, так как мы не знаем, какого размера вам нужна фотография. И количество, если нужно. Можно также заказать сувениру. Если вам сувениров не надо, тут по умолчанию горит без сувениров. Можно фото на кружку, магнит там, фото, фотография на футболку и так далее. Вот мы без сувениров, да. Электронная версия. Или напечатать, да. Электронную можно убрать. Вот одна штука, соответственно, стоит 70 рублей. Если мы меняем размер, мы узнаем стоимость, сколько она будет стоить для вас. Вот. Деньги на сайте с вас не берутся. Эта информация вам нужна потом, когда вы уже получите фотографии и будете расплачиваться. Вот. Если вам нужна фотография в электронном виде, обязательно выбирайте электронная версия. она стоит 50 рублей. И обязательно укажите ваш email, куда вам прислать эту фотографию. Дальше мы видим выбранные фотографии, которые идут в альбом. Вот тут самое важное. Первое, что необходимо почти всегда, вам нужно подписать портретную фотографию, которая пойдет на виньетку. Подписать имя и фамилию ребенка. Марк Азаренко. И фотограф сразу понимает, что эта фотография идет именно на виньетку, потому как под ней подписано имя и фамилия. Дальше вы можете подписать ту фотографию, которая пойдет, например, на обложку альбома. Например, так, чтобы было понятно фотографу, опять же, куда вы хотите вставить эту фотографию. И, например, есть у вас индивидуальный разворот в альбоме, то вы подписываете просто номер разворота. Например, это второй разворот, это второй, это второй. Или пишите индивидуальный, да? Ну, можете полностью писать, чтобы не путаться. Индивидуальный, например, разворот. Эти фотки пойдут на индивидуальный разворот. Дальше. Если мы посмотрим фотографию, да, мы видим, что тут, например, кусок фона обрезан и так далее. Сразу предупреждаю, что в галерею фотографии выкладываются без особой обработки. Для альбома, естественно, все эти моменты будут обрезаны и так далее. Если вы видите, что у ребенка что-то не так на фотографии, вы можете написать в комментарии подробно, что вам надо убрать, там, например... Все. И эту информацию получит фотограф, и он будет в курсе, что вам нужно сделать. Также вы можете любую информацию сюда, либо сюда вписывать. Ваши пожелания. Например. Можно так. То есть, чем больше информации вы укажете, тем понятнее будет фотографу, что вы хотите с этими фотографиями сделать. Все. Как только мы определились с выбором, например, мы захотели еще добавить сюда фотографию, да, мы можем всегда вернуться и выбрать, например, еще одну фотографию. Допустим, мы захотели фотографию с кораблем. Опять опускаемся вниз, нажимаем «Оформить заказ». И, как видим, у нас появилась фотография с кораблем. Все наши пометки остаются на месте. Все. Если нужно убрать какую-то фотографию, вы просто нажимаете знак мусорной корзины. Все очень просто. И она отсюда исчезает. Далее. Обязательно, опять же, пишите имя, фамилию. Обязательно пишите телефон, так как обычно возникают у дизайнера вопросы. Если вы что-то неправильно выбрали, он вам оперативно с вами созвонится и задаст все вопросы. Обязательно указывайте ваш email-адрес, если вы планируете заказать фотографию в электронном виде. Это тоже очень важно. Мы сюда пришлем ссылку для скачки этих фотографий. Оплатить можно будет на карту Сбербанка или другим удобным способом. Либо вы сдаете все деньги в школе, например. Адрес доставки можете не писать. Это обычно ваша школа. И любой комментарий, любые ваши пожелания, которые вы хотите донести до фотографа, либо до дизайнера, либо еще какие-то. Можете комментарии сюда ввести. Ну, тут можно вот, хочу, например, забрать в садике. Все. Как только мы определились с выбором, мы нажимаем отправить. Сразу скажу, что лучше каждого ученика отправлять заказы по отдельности. Так нам будет проще работать. Но если у вас, например, уже все определились с номерами фотографий, под каждой фотографией есть номер. Например, вам дали доступ на сайт, и у вас простая виньетка, то не надо каждого отправлять по отдельности, а можно просто под каждым учеником выбрать все фотографии для виньетки. Портреты это будут, да, в основном. И под каждым подписать имя, фамилию ученика. Так будет проще. Отправить это все одним заказом. Вот. Также есть развороты, которые, например, учителя, да, 11-10 классов, обычно их много, тоже учителей, мы отправляем одним заказом отдельным. Подписываем имя, фамилию учителя, отчество, и предмет, который они ведут. Обязательно подписывайте так, как оно будет в альбоме. То есть все ошибки, они перенесутся в альбом. Естественно, у вас перед этим будет время проверить их. Мы присылаем готовые макеты обязательно вам на проверку. Вы смотрите все. Обязательно проверяете весь текст и всю другую информацию. Если после того, как мы напечатаем альбом, выяснится, что что-то там не так, вся ответственность за перепечатку, вся денежная ответственность лежит на вас, так как проверяющая сторона вы. Вот. И нажимаем отправить заказ. Ну, как видите, требует еще телефон. Отправить. Все. Вот номер вашего заказа. Обязательно запишите его. Если вы будете звонить и задавать ваши вопросы, вам нужно будет назвать этот номер заказа. и мы тогда сможем понять, о чем идет речь, о каком заказе. Вот. Обязательно запомните этот номер. Как только вы увидели этот номер, значит, этот заказ ушел к нам. Альбом ваш ушел в работу. Как только будет сделан макет, мы его отдаем в родительский комитет или человеку, кто с нами связывался. Он уже выставляет эти макеты вам для проверки. Вы их смотрите, внимательно проверяйте, чтобы все дети были подписаны правильно, чтобы все было хорошо. Обязательно проверяйте весь текст на альбоме. Даже если это наш текст, например, могут быть где-то ошибки. Вообще весь текст вы в альбоме проверяйте, потому как чем больше людей посмотрит, тем больше вероятность, что альбом у нас получится классный и без ошибок. Обязательно проверяйте учителей, предметы, внимательно читайте по букве. Смотрите по дизайну все ли устраивает. Если где-то какие-то штуки есть, которые вам не нравятся, вы это говорите перед тем, как альбом отправляется на печать, а не после того, как вы его получили. Это очень важно. Вот. Также обязательно смотрите информацию, которую вам должен предоставить родительский комитет, что какие фотографии выбирать для альбома. В принципе, по выбору альбома для сайта я все сказал. Сейчас еще немножко информации более подробной для тех, кто, ну, для родительского комитета, кто этим всем управляет. То есть в альбоме бывают развороты, как общие для всех альбомов. Вот этот, например, разворот, это общий для всех альбомов будет. Дальше идет разворот, тоже общая виньетка, она для всех альбомов одинаковая. Есть разворот индивидуальный. Вот на этот индивидуальный разворот каждый родитель выбирает свои фотографии. А есть разворот вот такой вот еще один, который тоже общий. И очень важно, когда вы выбираете альбом в первый раз, вот мы вам отправили галерею, да, на выбор, сначала должен родительский комитет или кто-то ответственный за все это, выбрать вот эти вот фотографии, которые будут в альбоме уже общие для всех. То есть вот эта фотография будет, она, да, вот это, вот это, вот это и вот это. То есть каждому ученику вот сюда вот на индивидуальный разворот не надо выбирать уже эти фотографии. У вас есть обычно группа ВКонтакте, в Телеграме, в Варцапе, да. Вы должны прислать номера, номера фотографий, которые уже будут в альбоме. То есть вот это она уже будет, например, там фото номер, какая-то там, да. Обратно можно вернуться. Например, вот эта фотография уже будет, ну, или вот сейчас мы перейдем вниз, вот сюда. Например, вот эта фотография уже будет, во всех альбомах она присутствует. Надо, чтобы ученик перед тем, как он будет выбирать свои фотографии для индивидуального разворота, уже знал этот номер, и что ему второй раз эту фотографию не нужно будет выбирать. так скажем, чтобы фото в альбоме не повторялись. И опять же, перед печатью вы это обязательно проверяйте. Вот. Ну, как я и сказал, учительский состав мы присылаем отдельно, и плюс мы можем в этой же комбинации прислать вот эти вот все фотографии, вот эти вот, которые будут общие для всех альбомов. Мы их уже по дизайну там разместим. Вот тот же индивидуальный разворот, да, и вот общий для всех альбомов разворот. То есть, вот эти фотографии уже будут в альбоме, например, вот это, да, будет ученику. Ни в коем случае ее не надо выбирать второй раз, чтобы она еще раз тут повторялась, да. Это уже надо как-то с вашей стороны проконтролировать. Вот. Также в альбоме присутствует фотография в полный рост. Это опять же индивидуальный разворот. Раз, два, три, четыре, пять. Пять фотографий вам надо выбрать, например, на этот индивидуальный разворот и плюс одну фотографию в полный рост. То есть, смотрите, тут есть вот еще одна фотография в полный рост и еще одна, да. Какую из них поставить вот сюда, обязательно пишите в комментарии, что эта фотография основная в полный рост. А эти фотографии, которые, соответственно, будут плюсом, это просто добавить на доску, да. То есть, пишите все конкретно, чтобы фотограф и дизайнер понимали, что вы хотите. Вот. Это общие все развороты, да. Тут в этом альбоме, например, меняется только портрет. Соответственно, родительскому комитету надо будет выбрать учителей и фотографии, которые будут сзади на обложке. А каждому ребенку отдельно надо выбрать портрет на виньетку и портрет на обложку. Портрет на виньетке, он должен быть подписан имя, фамилия. Мы сразу понимаем, что этот портрет идет на виньетку. Портрет на обложку может быть не подписан, если он один тут, в принципе, либо можете написать, что обложка. Вот. Также существуют вот такие вот большие альбомы, да, которые на 20 разворотов и 30, да, бывают. Обязательно, если у вас есть какие-то пожелания, вот какие фотографии на какой разворот добавить, да, можете прям так по разворотам и формировать. то есть там четвертый разворот, пятый разворот под фотографией писать, на пятый разворот, там раз, два, три, четыре, пять, шесть, там шесть штук добавить, да. Пятый разворот там слева, пятый разворот справа. То есть, если вы так хотите формировать, можете делать так. Это уже вы, как заранее договаривались с фотографом. Вот. Также вот сюда идут, да, фотография на виньетку, портреты, фотография в рост, да. Также тут присутствует фотография учительницы большая. Тут присутствуют на обложке. На обложке вот такие фотографии, которые, соответственно, будут либо индивидуальные, либо общие. Каждый разворот в альбоме можно сделать либо индивидуальным, либо общим. Как по умолчанию он идет, вы обсуждаете это все перед заказом альбома. То есть, уточняйте эти моменты, как в альбоме предусмотрено. Вот здесь фотография на обложке меняется, да, дальше все развороты идут, например, общие для всех альбомов, да. Но если можно договориться, чтобы, например, еще вот этот разворот будет индивидуальный для каждого ученика. Помимо того, что у него тут идет каждому по три фотографии, да, будет еще плюс один разворот, где он фотографии выберет сам. Например, да. Вот. А могут они просто повторяться во всех альбомах. Это как уже, опять же, определите вы и согласуете это с нами. Вот. В принципе, вот такая информация. Обязательно не стесняйтесь писать побольше текста, чтобы все было ясно и понятно. Указывайте ваш телефон, ваш имейл, и тогда мы сможем оперативно с вами связаться и все согласовать и уточнить по выбору. Если что-то, опять же, непонятно, обязательно звоните по этому телефону. Можете, в принципе, в любое время звонить. Если я не смогу взять, значит, я не смогу взять. Перезвоню позже. Все. В принципе, до новых встреч. С вами был Азаренко Сергей и сайт goodbyschool.ru Заходите к нам. У нас очень красивые альбомы. Можете выбрать хороший дизайн и минимальные цены. Качество у всех альбомов одинаковое сейчас по стране. Печатаемся мы все в одном месте, поэтому именно по качеству альбома выбирать не нужно. Также есть у нас на сайте кнопка помощь, где вы можете более подробно посмотреть про, опять же, состав альбомов, какие-то моменты посмотреть, посмотреть, чем отличается альбом LifeLat и фотокнига и так далее. Прочие моменты можете более подробно посмотреть в видео. На этом все. Спасибо за внимание. До новых встреч в школе, в детском саду либо в студии. Пока-пока.